Дальнейшая процедура, мы складываем в будущую столешницу нашу заготовку. Смотрим, пристреливаемся, где будут смотреться волокна, какой стороной нам нужно склеивать. Поскольку они, это уже готовые клеенные щиты, причем это бутерброд, они двухслойные, это еще извращенная ламирь. В данном случае мы не смотрим, где, какой стороной нам нужно перекладывать ламири, чтобы коробление компенсировало друг друга. В данном случае мы больше на эстетические цели уделяем внимание. Все, дальше. Старинным способом берем две пугуемые детали, вкладываем лицевой стороной друг к другу. даже сделаем как пометочку. вкладываем в выкладок. Пропоколение в среду чуть ли не пройдет с установкой замки. Продолжение следует... Пропоколение в каждую часть, Продолжение следует... Продолжение следует... Дальнейшая процедура... Вот это наша рабочая поверхность, которую мы будем пуговать. Так, теперь наша задача поставить ее ровненько. С этой стороны должно хватить быстро зажимной трубцины, но, если что, поменяем, я более мощный. Поскольку ломили здесь наборные, и угадать направление волокон полностью, по всей длине кромки тяжело, потом будем пуговать, ну, здесь вот я вижу, что, скорее всего, будет против волокна идти, сюда, ориентируюсь я по радиальным волокнам. Если они с этой стороны идут нам навстречу, значит, зазира неизбежных. Ну, желательно сделать по ним. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, берем рубанок, у меня DIG, четверка. Пятерочка, конечно, будет лучше. А с семерочкой, наверное, еще лучше. Наверное, с семерками для моего веса. На кого-то помостивнее. Начинаем строгать, и обращаю внимание, что езжей должно быть очень хорошо. Вот сразу возникает вопрос. Толщина рубанка, ну, порядка, там, 45-50 мм. Толщина обрабатываемых кромок 80 мм. Как же быть? Ну, есть выход. Можно строгать по диагонали. Таким образом мы не закладываем всю кромку. Обрабатываем. Но зато у нас есть некая плоскость. Как в таком направлении, так и в поперечном. Ну, и потихоньку прорабатываем. Заготовка. Могу следить по зиковскому рубанку в туалет, где довольно быстро зализывает. Не приходилось работать рубанками премиум-класса. Думаю, там встали по ложку. Ну, в общем-то, скажем так, на несколько вот таких вот заказов при пуговке, или, предположим, каждая, ну, эта шпица стоит, где, 10-15 мм. Вот на такой заказ до точки должно хватать. Потом, конечно, лучше подточить. Хотя вот острый расточенный рубанок, несмотря на то, что радиальные волокна идут нам навстречу, то есть мы, я, по сути, строгаю против волокна, а задиры минимальные. То есть, ну, их даже вот пальцы не чувствуешь. Ну, глаз видит, конечно. Хорошо строгать. Хорошо, я бы так сказал. Вот, вижу рубаночек. На постушке мы поработать какое-то время, начинаем чувствовать, где, собственно говоря, идет работа, где, что лезвие не достает. Ну, так же, сейчас поехали, все хорошо показывает, где еще нужно поработать. Поскольку при таком способе соединения, при пуговке, здесь совершенно необязательно должен быть угол 90 градусов, потому что, насколько я понимаю, он может идти вертоленом, вот так он просто повторяет друг друга в этом крелесть этого метода, но, тем не менее, вот здесь вот плоскость должна соблюдаться, поэтому мы можем использовать не угольник, а прямой, ну, линеечку жесткие, прямые предметы, смотреть на цвет, где нам следует поработать, если вся поверхность уже зализано и, допустим, следы от пилы уже не видны. Ну, соответственно, конечно, хорошо проверять с каким-то большим предметом, длинным, ровным, жестким, вот, как правило, или уровень примизнула нашей кромки, потому что, если будет какая-то дуга, соответственно, дугу уже не стоит выжимать, выжимать ваймами, это неправильно, его надо все-таки выравнивать. Как говорил и говорит, мастер, тело-полтавцев, клеит, не клеит, клеит пугов. Когда я только начинал заниматься торякой, я делал одним из заказов, у меня был стол, а из пламерии, соединенных с расстоянием около ну, 5-6 миллиметров, это было 2 или 3 метра, наверное, 2,5 метра такая вот столистница длиной. Я, значит, думаю, вот сейчас куплю рубанок, и все выстреливаю ровненько, красиво, приобрел, вливаясь вот этот, начал строгать, понял, что так просто ничего не делать, потому что были задиры, но задиры ванна, там инструмент требовал, не инструмент требовал доработки, подошву я не дорабатывал, требовал доработки нож, железка, ну, как доработки, заточки, имеет. Пока я его не заточил, я не мог понять, как люди на видео так снимают кружку толстиной там, ну, микроны. Потом, конечно, все это стало получаться, ну, у меня здесь не микроны, больше, но, в общем-то, довольно красиво выглядит. Стоя, если камеру поставить под самый рубанок, это будет красота. Должен. Должен.